Всем привет! Добро пожаловать на уроки вежливости. Меня зовут Натик, и я докажу, что только воспитанные люди изменят этот мир. Умение общаться — это прежде всего умение вести беседу. И тут тоже существуют общепринятые правила, соблюдение которых гарантирует вам и вашему собеседнику приятную беседу. Ну что, разберемся? Ты давно работаешь, и я никак, никак не могу вот с отчетом разобраться. Я вчера в кабинете видела блондинку вот с такими ногами. Так это, наверное, аудитор был, мой отчет смотрел. А вот за вчера он приходил с двумя мужиками, а не перелиски. Вот глянь, вот смотри, хотя бы вот. А три дня назад он разговаривал с женой и сказал, что с ней разводится. Ну он, наверное, поэтому и не принимает мой отчет. А еще неделю назад, еще неделю он уволил нашу Таньку. Вот так. Ну вот смотри, если сейчас я следующая будет, кто уволит, посмотри, пожалуйста. И все, и будет всех увольнять. Подожди. И будет всех увольнять. Вот именно, я не хочу увольняться. Посмотри мой отчет. А две недели назад он меня позвал к себе в кабинете. И поставил мне условия для работы. Новые. Научитесь слушать вашего собеседника, не перебивая его. Никак не могу сдать отчет шефу. Он придирается к каждой цифре, к каждой запятой. Я уже не знаю, что там переделывать. А у меня заканчивается... Вот даже не знаю, что делать. Зина, Зина, ты представляешь, я же сдала этот отчет, наконец-то, 55-го раза. Ты представляешь? Он, наконец, его принял. Ты слышишь меня? Он прям меня зауважал, потому что этого закона еще нет в его консультанте. А я уже ему его достала. Ты представляешь, что я сделала для него? Ой, не говори, я бы тоже поспала бы сейчас-то после такой-то победы, а? Никогда не следует обрывать или перебивать говорящего, отворачиваться от него, смотреть на часы, зевать, рыться в карманах или в сумке. Зина, представляешь, ну опять он не принял мой отчет. Я уже не знаю, вот... Ты купишь, он и не принимает. Ну, я просто, может быть, чего-то не... Губы надо поменьше мазать, и все, чтобы он понял, что у тебя мозги на месте, а не только губы. Не, ну... Губы-то легко накрасить. А что, тоже очень легко? Я просто там не понимаю, откуда берется вот этот пункт. А ты не поймешь. Ой, так ты, это не для твоих мозгов, ты не поймешь. Слушай, ну опять что-то, ну может быть, ты посмотришь, я просто уже не вижу, где у меня здесь ошибки. Где вот? Вот что ему здесь уже не нравится? Вот он достал, честно говоря. Внимательно, если посмотреть, есть ошибки, но я думаю, что я о чем-то озабочена, потому что ошибки есть. Ну где? Вот я их даже не вижу. А ну вот смотри, например, в первом абзаце, видишь, вот тут вот они грубые на самом деле ошибки, но если ты их исправишь, все будет нормально. Их просто надо подкорректировать. Подтверждайте свой живейший интерес к чьим-либо высказываниям легкими кивками головы или какими-нибудь словами-замечаниями. Слушая собеседника, старайтесь смотреть ему в глаза или на предмет, на который он сам обращает ваше внимание. В жизни бывает, что собеседник злоупотребляет вашим вниманием. В этом случае вежливо извинитесь и перенесите разговор на другое время. Помните, ваше общение должно быть приятно каждой стороне. На сегодня все. Спасибо, что мы были вместе. Давайте своей вежливостью изменим этот мир. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok